Дмитрий Столяров Всем еще раз привет! Меня зовут Дмитрий Столяров. И последние 11 лет я являюсь техническим директором и учредителем Планта. И сегодня я... Вообще я люблю вызовы. И сегодня я решил, что нужно рассказать с моей точки зрения очень сложную тему. Тему про базы данных и кубернетт. Откуда вообще взялась эта история? Дело в том, что и нам, как компании Флант, и мне, как Дмитрию Столярову, очень много раз задавали совершенно в разных вариациях. Мне кажется, что это в основном был троллинг, но в разных вариациях вопрос. А можно базу в Докер сначала была, а можно базу в Кубернеттес? И каждый раз мы отвечали вот примерно так. В целом да, но. И вот это вот в целом ино хранит под собой такое количество нюансов, особенностей, красок, оттенков, которые невозможно изложить в кратком текстовом сообщении, невозможно изложить в 15-минутном разговоре неподготовленном. И именно поэтому я решил попытаться вам сегодня рассказать о том, можно ли или нельзя ли. Более того, вопрос на самом деле несколько шире, и тот вопрос, который я сегодня расскажу, звучит вот так. Можно ли Stateful в Кубернеттес? Ну то есть база, все понимают, это частный случай, да? Сразу два вопроса, которые у всех возникают. Вопрос номер один, зачем нам Stateful в Кубернеттес? И тут ответ очень простой. Если отбросить эксплуатационную сложность самого Куба, Докера и всего, что внутри, то с точки зрения использования Кубернеттес нам принес простоту и удобство. И когда мы хотим запихать туда Stateful, мы рассчитываем, мы внутренне ожидаем, что это нам принесет простоту и удобство. А о каком Stateful идет речь? Ну потому что Stateful может быть много разного, да? Давайте сразу определимся. Прежде всего, это, конечно, наши любимые реляционные базы и NoSQL базы. Тут показаны не все варианты, а показаны характерные представители, да? Значит, также это, безусловно, in-memory хранилища. Также это, безусловно, очереди, безусловно, search engine. И я бы сказал, что вот этими пятью штуками в абсолютном большинстве проектов там так или иначе мы обходимся. Чего здесь не хватает? Не хватает еще object storage, потому что не все живут в паблик-клаудах, где есть там из коробки какой-то S3. А есть люди, которые живут там или в private, где этого нет, или вообще на bare metal. И, ну, с файлами приходится работать, их нужно где-то хранить, хранить удобно, да, и нужен object storage. И еще один момент, который там активно появляется постоянно, это service discovery в разных совершенно проявлениях или какой-то configuration storage, который нам тоже нужен. И в целом вот этими уже семью пунктиками я бы сказал, что мы покрываем там добрых 80% того, что нам нужно, того, что нужно нашим приложениям. Понятно, что есть еще куча другого софта. Понятно, что есть потребности иногда в нашем коде, в нашем приложении собственный стейт какой-то хранить. Но я сейчас сконцентрируюсь на вот этих случаях и попытаюсь вам рассказать о том, как это делать или как это не стоит делать в Kubernetes. И если я сейчас попытаюсь вам просто рассказать кейсы, типа, ребята, делайте вот так, и будет хорошо, или делайте вот так, будет плохо. Мне кажется, результат не будет получен, потому что решений очень много, и все их рассказать нельзя. И с моей точки зрения гораздо важнее понять, почему что-то можно делать, почему что-то нельзя делать, какие основные принципы, откуда все это идет и куда все это идет. И для того, чтобы это понять, хочется поговорить, прежде чем смотреть какие-то конкретные кейсы, хочется поговорить о трех вещах. Первое, о том, как вообще в Kubernetes строится высокая доступность. Второе, какие гарантии согласованности дает Kubernetes. Согласованности, консистенции. Если мы говорим про базу данных, слово консистенции у нас всплывает одним из первых. И какие возможности для сторожа есть в Kubernetes. Соответственно, доклад будет такой, то что я рассказываю эти три части, а потом перехожу к примерам с объяснениями. Буду говорить очень быстро, потому что у меня, как всегда, там 250 слайдов, и я стараюсь очень много информации рассказать, и у меня всегда сложности со скоростью. Окей, философия высокой доступности в Kubernetes. Все знают эту аналогию питомцы против стада. Все понимают то, что Kubernetes – это история из мира стада. Все понимают, что там классические базы данных – это история из мира питомцев. Но давайте посмотрим в деталях, как же оно выглядит. Если мы берем классическую историю, например, с MySQL, то у нас обычно есть два сервера, две железки, у которых есть зарезервированное питание, зарезервированная сетка, зарезервированный диск. Там стоит MySQL, стоит какой-нибудь keep-lived, настроена, разумеется, репликация, поднятые IP-адреса, и есть главный IP-шник, на который ходят клиенты. Обычно, для того, чтобы быть совсем уверенными, мы рядом садим еще инженера, который, если что, может прибежать, поменять диски, ставим вокруг стену охранника, огнетушитель, видеокамеру, танк. Для чего? Для того, чтобы быть уверенными, что наш процесс MySQL не упадет, потому что он для нас, ну, не то чтобы священный, но мы всячески стараемся не допустить того, чтобы что-то произошло с нашей базой. И отказал у нас диск питания, все вместе, нам вроде как неважно, мы, хот-плагом у нас инженер побежал, поменял, все хорошо. Это вот мир, мир классический. Что у нас в Кубернетсе? В Кубернетсе у нас обычно больше железок, они обычно проще, у них нет резервированного питания, у них нет резервированной сетки. С тем нюансом то, что сама сетка, Кубернетс рассчитывает, что сеть надежная, но подключение одного хоста не имеет значения. То есть мы можем терять хосты, но мы не можем допустить, чтобы это все развалилось. Это ожидание Кубера. Там не очень отказоустойчивое и надежное железо, и есть софт, который разлит поверх этого, который все эти машины объединяет в некоторый кластер. И дальше в этом кластере у нас живут контейнеры, но только в Кубернетсе живут не контейнеры, а поды. Я думаю, что судя по тому, что уже половина людей знакома с Кубернетесом, понятие под уже все знают, это просто группа связанных контейнеров. Я их рисую вот такими зелеными штуками со стручком гороха, потому что под — это стручок из нескольких связанных контейнеров. Так вот, у нас есть контейнеры, и если у нас что-то происходит с узлом, то задача Кубернетес — отдетектить то, что узел пропал, понять, что контейнер сдох, и запустить новый инстанс на другом узле. То есть у нас вся отказоустойчивость делается софтом. И какие есть механизмы хашные в Кубернетес? Прежде всего, это контроллеры, их много, но основных два — это deployment и stateful set. Deployment — это контроллер для стейтлесс-приложений, стейтлесс-сет из названия, понятно, для стейтл. За что они отвечают? В них лежит вся логика репликации, дублирования, резервирования контейнеров. То есть вот когда у нас узел ушел, и контейнер стал сереньким, именно контроллер отвечает за то, чтобы создать новый экземпляр пода, который отправить на другую тачку. Второй важный механизм — это под антиафинити. Смотрите, я нарисовал поды, каждый на своей машине. Почему? Потому что для этих подов настроен антиафинити, им сказано, мы не можем вдвоем быть на одном узле. Это дает нам гарантию того, что если с узлом что-то происходит, понятно, у нас падает только маленький кусочек. И третий важный механизм хаашный — это под disruption budgets. О чем идет речь? Смотрите, если мы пойдем и попытаемся устроить maintenance, например, выключить вот этих два сервера. Не с ними что-то плохое произойдет, а мы осознанно попытаемся, нам, не знаю, надо их поменять еще что-то, скажем, выключаем. И если для показанной связки настроен под disruption budget, который говорит, что нам нельзя гасить больше одного пода за раз, Kubernetes делает следующее. Он не два контейнера убьет сразу, он убьет один, удалит, создаст на другой, и только потом сделает то же самое со вторым контейнером. То есть о чем идет речь? В кубере есть все необходимые механизмы для того, чтобы управлять группой контейнеров и обеспечивать на уровне группы отказоустойчивость. То есть если мы возвращаемся к первой картинке, к аналогии питомцы стада, у нас есть все инструменты для управления стадом. Итак, старый подход, новый. Какие у нас выводы? Основной вывод, что в кубе есть мощный фундамент. Второй важный момент, что, конечно же, требуются совершенно другие подходы, потому что в первом случае у нас основной expectation был, что у нас процесс MySQL запущен всегда. Во втором случае у нас ожидание того, что мы можем сфейловериться. Ну и третий момент, что надо понимать, несмотря на то, что сам Kubernetes не рассчитывает на надежность узлов, если мы туда пытаемся загонять stateful приложение, мы же не можем делать так, что у нас MySQL раз в 10 минут падает и перезапускается на другой тачке. Никому от этого хорошо не будет, потому что невозможно сделать беспростойно эту историю. Там все равно будет перерыв на какой-то период. Поэтому, конечно же, для stateful приложения важна надежность узлов. Топик номер два. Я сразу извиняюсь, я сейчас как бы все дальше, чем дальше, тем жестче будет. Гарантии согласованности в Kubernetes. Смотрите, если мы возьмем классику, как оно было раньше, ну или как оно есть сейчас. У нас есть все те же самых два сервера с MySQL, и на них есть Keepelift. Один из серверов мастер, второй стендбай. Есть пачка бэкендов, есть балансеры, есть пользователи. Пользователи ходят в балансеры, балансеры в бэкенды, бэкенды в базу. Ну, самая там наиклассичнейшая архитектура. Что происходит, если к нам приходят большие сетевые ножницы? Что происходит, если к нам приходит network partitioning? Причем он может же перейти куча разных способов. То есть может быть просто мастер-сервер оторваться, может часть сети оторваться. Но вот в данном случае, как на картинке, да. У нас Keepelift, который неправильно настроен, который, конечно же, поднимает мастер-айпишник и снимает Redon-ли его второй базой. И возникает, ну, как бы классика сплитбрейн, беда, трагедия. Ну, я думаю, что все знают, все были в этой ситуации. А как бы как мы с этим боремся? Классически, да. Мы вместо Keepelift ставим какой-нибудь core-sync с пейсмейкером, который образует кворумный кластер. И дальше этот core-sync делает лидер-элекшн, говорит, что это база мастер. Эта база стендбай настраивает репликацию. Ну, и, собственно, клиенты ходят также в мастер. Но если происходит network partitioning, ну, или какой-то другой отвал узла, да, происходит две вещи одновременно. Во-первых, вот этот узел, который отвалился, который потерял связь с остальной частью кластера, который потерял кворум, он всячески пытается самоубиться, да. Он пытается снять, если там доступ по IP-адресу, пытается убрать этот IP-адрес. Если там, не знаю, MySQL-база, он пытается перевести ее в ridonly. То есть он всячески пытается защититься от нарушения целостности данных. Эта же часть кластера оказывается в очень неприятной ситуации. Она не знает, что произошло с тем куском, который был мастер. Потому что ситуации могут быть разные. Если там прибило по питанию, окей. А если там просто повис процесс красинка, и там мастер продолжает работать, а IP-шник продолжает доступен, и клиенты туда продолжают ходить. Как быть? Нам нужно удостовериться, что этого узла точно не стало. Мы не можем становиться мастером, пока не удостоверимся. Это вообще самая больная проблема всех этих историй. И для этого есть механизм фенсинга. Я думаю, что все знают. Выглядит он следующим образом. Мы пытаемся как-то ту машину внешне убить. Способы могут быть разные. От похода в IPMA и выключения машины, блокирования порта на свече, управление умной розеткой, если это облако, обращение к API облако, задачи выключить виртуалку и так далее. В общем, подход называется фенсинг. То есть нам нужно удостовериться, что эта машина точно все, что ее точно нет. И только после того, как мы удостоверились, мы поднимаем у себя, снимаем в базе ридон, поднимаем IP-шники и начинаем принимать трафик клиентов. А вот как бы так классически работает отказоустойчивость сингл-мастер баз, тех баз, в которых мастер может быть только один и со всеми вытекающими историями. Ну вот, собственно, именно этим механизмом обеспечивается at most once гарантия, которая и создает нам консистивность. Как с этим дела обстоят в кубернетсе? Как такое же сделать в кубернетсе? С одной стороны очень просто, с другой стороны очень сложно. Смотрите, я уже говорил, что в кубере есть разные типы контроллеров. Есть контроллер, который называется deployment, есть контроллер, который называется straightful set. И на то их и два, что они ведут себя совершенно по-разному. Картина следующая. Если к нам приходят большие сетевые ножницы и отрезают нам узел, кубернетес детектит то, что этого узла не стало, и deployment контроллер видит, ага, мне сказали, что должно быть три пода, а у меня доступно только два. Создам-ка я новый. Это логика поведения deployment контроллера. А логика поведения stateful set совершенно другая. Он видит то, что пода не стало, и он говорит, ага, подожду. Подожду чего? Есть всего два варианта. Или этот узел вернется, или нам скажут его убить. И именно этим ну как бы делает сайт-мост-ванс гарантия. Получается то, что кубер просто в stateful set не пересоздает контейнеры никогда. Он гарантирует нам, что без ручного решения, без привлечения оператора ничего не произойдет. Вот этим обеспечивается гарантия. Понятно, что если эта тачка действительно оторвалась от сети, там есть приложение, там есть база данных, это приложение может продолжить писать и нарушить консистивность. То есть этот вопрос в целом там его надо решать отдельно. Но базовый подход такой, что есть специальный механизм stateful set, который вот обеспечивает эту at-most-ванс гарантию, но также требуется фенсинг. Для чего? Ну понятно, да, то есть чтобы автоматически разрешить эту ситуацию, нам нужен какой-то механизм, который придет и скажет, да, этой ноды точно больше нет, все, мы ее прибили. Это может быть или оператор, ну или какой-то автомат. Какая проблема с фенсингом? С фенсингом две проблемы. Первая, ну его достаточно сложно сделать, потому что нужно просто сделать кучу-кучу-кучу реализаций, если в облаках это там еще сходили в API еще как-то, то на bare metal сделать generic имплементацию фенсинга сложно, но главная проблема не это, а главная проблема в том, что фенсинг обычно убивает узлы медленно. Например, обращение к API может занять, или обращение к API может занять секунды или десятки секунд или минуты. И если у нас узел отвалился, и мы его добиваем, и мы ждем минуту для того, чтобы сфейловерить базу, понятно, да, у нас простой в минуту, это, ну, мало кого устраивает. Мы все живем в мире, когда мы рассчитываем там на простой при фейловере в миллисекунду, да, или там в секунду, но не в минуты. Но есть другой взгляд на эту проблему, как можно обойтись без фенсинга. И я это буду показывать не в кубернетесе, а на квадратиках классических серверов, но потом мы переедем с этим же паттерном в кубернет. Смотрите. Вся та же самая схема, есть две базы, и давайте представим себе, что мы их настроили в режиме, ну, не мультимайстера, а мейсквельного мультимайстера, да, циклическая репликация. И давайте представим себе, что у нас есть лоудбалансер. И не простой лоудбалансер, а очень хитрый лоудбалансер. Я сейчас объясню, в чем его хитрость. Смотрите, бакенде ходит в него, лоудбалансер отправляет трафик в базу. Но этот лоудбалансер консистивный. Он может атомарно выключить весь трафик, и он с защитой от сплитбрейна, от нетворк партишнинга. Соответственно, если мы хотим перекинуть трафик на другой сервер, если мы хотим переключить мастера, делается это примерно следующим образом. Мы говорим, лоудбалансер, выключи коннекты. Лоудбалансер нам говорит, я выключил. После этого мы на стендбай дожидаемся, что нам долетела реплика, и говорим, лоудбалансер, включи коннекты. Понятно, что тут здесь, в любом случае, при переключении MySQL будет некоторый простой, при переключении Postgres будет некоторый простой, но лоудбалансер нам гарантирует консистивность. Я не нашел термина, потому что этот паттерн не очень распространенный. Я вот его решил, что он корректно будет называть consistent switchover, консистивное переключение. Но сразу возникает вопрос, что это за чудо такой лоудбалансер, как его сделать дженерик, так, чтобы он работал и в клаудах, и в прайвете, и на всех тех вариантах, на которых ставится кубернет. И общая идея следующая. Можно рядом с приложухами поставить прокси. Кстати, не обязательно рядом с приложухами, сейчас расскажу варианты. И не просто прокси, а прокси, которые собирают кворумный кластер. Точно так же, как у нас Karasync собирал кворумный кластер, прокси, которые собирают кворумный кластер. Тем или иным способом, там способов реализации много. И каждый прокси принимает запросы от своего приложения и отправляет в базу. Если к нам приходят сетевые ножницы, вот тут самый важный момент. У нас есть два сервера в одной партиции, три сервера в другой партиции. Два сервера потеряли кворум, и они тут же закрывают свои соединения. То есть вот основная логика вот этой консистивности, потеряли связь с кворумом, закрыли коннекты. Гарантированно. При этом, с учетом того, что весь трафик ходит через прокси, если с самой прокси что-то случилось, не знаю, пришел омкиллер и убил, мы не потеряем консистивность, у нас просто прокси прибьется, она как-то перезапустится и восстановит соединение. А в этой части кластера, в той, в которой кворум сохранился, у нас тоже ничего не работает, но мы можем прийти и перекинуть трафик и не поломать связность. После того, как мы трафик перекинули, понятно, что у нас два бека отдают, пятисотки-три отдают нормальные ответы, но это уже разрулится на балансерах совершенно другими механизмами. Если мы… Network partitioning проходит, сетка возвращается, два прокси подцепляются к кворуму, видят, у нас уже новая задача, перекидывают. Как мы переключаем трафик? Сказали отключиться, отключилось, дождались репликации, подключилось. Собственно, реализация консистент свечовара. Хочется что сказать, что эти прокси могут стоять не обязательно со стороны аппликушек, они могут стоять со стороны баз данных, они могут стоять как отдельный слой. Это не так важно, да, где они стоят. Там просто разные истории с latency получаются, потому что если они рядом со… ну, нюансы, да, как бы неважные. Но вот этот паттерн позволяет обойтись без фенсинга и обеспечить консистивное переключение в стендалон-базе. Теперь у всех, наверное, возникает вопрос, а где такая штука есть, где работает? Об этом я расскажу в конце презентации, о том, какие такие готовые решения есть. Но вот основной посыл в том, что вот этот паттерн нам позволяет как-то отруливать ситуацию. Итог. В Kubernetes есть встроенная работающая семантика at most once. Нет фенсинга, его можно сделать, но с фенсингом вообще как с механизмом есть проблемы и очень не хватает там разнообразных имплементаций консистент-свитч-овера. В Kubernetes есть внутренний лод-балансер, там есть такой примитив, как сервисы. Они не консистивные, они никаких гарантий не дают. Хранение данных в Kubernetes. Основной механизм хранения данных в Kubernetes – это штука, которая называется network block device. Ну, там классический SAN, да, в совершенно разных имплементациях. Если мы говорим про public cloud, там есть свои варианты. Если про private cloud, там свои. Если про bare metal или private cloud, там есть, ну, для любителей распределенных систем CEF, а так, разумеется, Fiber Channel, а из Кази. Как это выглядит? У нас есть Kubernetes, и под просто подключается к сетевому диску. Ну, как бы, да? На практике это что означает? Что Kubernetes монтирует этот сетевой диск на ноду, а ноду пробрасывает в контейнер. Дальше, если мы узел куба отправляем корректно в maintenance, то Kubernetes гасит контейнер, удаляет его с машины, пытается его запустить на другой, видит то, что ему нужен диск, при этом отмонтирует диск, монтирует туда, подключает, и все работает, все классно. То есть у нас есть, как бы, из коробки механизм, вот так вот, чик, перекинули, чик, понятно, что с простоем, но, ну, как бы, он из коробки есть. Если приходит отвал узла, магии не случается, потому что, ну, этот конфликт нужно резолвить, опять вспоминаем Fencing, вспоминаем всю эту историю, но мы можем прийти, замочить машину, сказать Kubernetes, что все, этой машины нет, и тогда он перекинет, перекинет контейнер дальше. Но, 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 это же сетевой диск, а у сетевого диска есть некоторый латенси. И давайте посмотрим, как это выглядит в случае с базой данных. Смотрите, если у нас в серваке есть локально стоящая NVMe, то время доступа к диску там очень маленькое, примерно 100 микросекунд. Если мы купили очень дорогое железо и смогли вынести NVMe Storage за пределы сервера, сделать удаленным, то там время отклика будет чуть больше, но чуть больше, да. Если мы используем там commodity iSCSI, ну, commodity, это все равно там дорогое, хорошее железо, но если мы используем iSCSI по 10-гигабитной сети, пусть у нас даже там в хранилку напиханы хорошие, очень быстрые диски, латенси будет что-то типа миллисекунды. Если мы в Амазоне, то там в документации вообще очень классно сказано, типа, если вы используете оптимизированные подвод-вывод инстансы, то вы можете достичь single-digit numbers, да. Как бы, ну, понимаете. В общем, ну, как бы формулировка в стиле. Что нам это дает? Пока не очень понятно. Смотрите, давайте PDF-ки с источниками, презентация в печатном виде. Я понимаю, что эти ссылки невозможно прочитать. Давайте допустим, что у нас есть база, которая требуется 50 тысяч еопсов. Это достаточно нагруженная база. Я бы даже сказал, что это очень нагруженная база. И если мы ее поставим в первый вариант конфига, нам достаточно всего пять тредов для того, чтобы утилизировать, ну, то есть мы можем в пять потоков при таком латенси, да, при таком латенси мы можем в пять потоков выжать эти 50 тысяч еопсов. Во втором варианте нам нужно уже семь с половиной потоков, в третьем в 50, в четвертом 250. Понятно, что это не потоки, это степень параллельности ввода-вывода, да, но нам нужно читать, писать в первом случае в пять потоков, во втором в 250 потоков для того, чтобы выжать 50 тысяч еопсов. Это что означает? Это означает, что практически любой ворклоуд мы берем и ставим в первый кейс, и он заработает. И это означает, что практически никакой ворклоуд не заработает в четвертом кейсе за вычетом определенных случаев при определенных настройках в определенных ситуациях, да. И понятно, что чем больше латенси для диска, несмотря на то, что у нас диск сам 50 тысяч еопсов выдает, но это еопсы не настоящие, поддельные еопсы, да. И вот эта вот поддельность еопсов, она очень важна, и, ну, как бы, нагруженную базу бухнуть на EBS-ку в Амазоне, ну, никак не получается, да. Что для этого делает Кубернетос? У него есть второй вариант сториджа, который называется Local Storage. По сути, это просто локальный жесткий диск с возможностью его подключать. О чем идет речь? У нас есть просто подс базой, который использует директорию на железке, на ноде. На самом деле там все несколько сложнее. Мы изначально Кубернетосу говорим, что вот на этом узле у нас есть вот эта директория, и ее можно использовать, а под уже говорит, мне нужен Local Storage, и планировщик отправляет под на эту машину и навеки туда прибивает. Если мы эту машину отправляем в Maintenance, Кубернетос выгоняет оттуда все поды, а этот оставляет, потому что он навеки связан с этой нодой. Ну, понятно, у него там локально данные лежат, да. Соответственно, планировщик Кубовый учитывает всю эту историю и, ну, решает вопросы. Понятно, что если к нам приходят большие сетевые ножницы, мы ничего сделать не можем, мы должны идти чинить машину, да. Но то же самое у нас было в классике. Если у нас есть, ну, как бы один надежный сервер, и он отвалился, мы идем, ну, чиним его. Оба эти варианта называются Read-Write-ОНs. Я быстро объясню, что это такое, но я думаю, что всем понятно. Сетевое блочное устройство невозможно подмонтировать в два места. Если оно у нас уже подключено в одно, и мы попытаемся второй подключить, но это физически невозможно. Ну, то есть это возможно, но, короче, не будем об этом, да, это невозможно. А для того, чтобы нам сделать второй диск, нам нужно второй диск и второе подключение. В Кубернетисе есть из коробки возможность для StatefulSet'ов задавать шаблон создания волюмов. Соответственно, когда мы, например, StatefulSet по скейлям до трех узлов, у нас автоматом создастся волюм. Разумеется, пустой, разумеется, наш софт уже должен его как-то наполнить. Если это база данных, он должен откуда-то там, я не знаю, скачать дамп, там настроить реплику, etc. Но механизм заказа волюмов есть встроенный и прекрасно работает. Если нам нужен Read-Write-Many, то в случае с Public Cloud у нас есть две реализации, в случае с BearMath у нас есть две реализации для любителей распределенных систем. Я думаю, что здесь есть такие, но это не все. И, по сути, в железной истории у нас остается единственная возможность делать Read-Write-Many, это NFS, и выглядит это вот так. Тут специально не нарисованы база данных, тут нарисованы PHP-шные приложёхи, подразумевается, что для базы данных вам не нужен Read-Write-Many, это какой-нибудь конфлюенс, который не умеет работать с Object Storage, ему нужна сетевая папка на все узлы предмонтированные. Ну, например. Окей. Какой вывод по этой части? Вывод следующий. Во-первых, в Kubernetes всё идеально с Read-Write-Once, есть варианты на любой вкус и цвет и для любого вида инсталляций. И всё хорошо, ими можно пользоваться, нужно пользоваться, все вопросы на данный момент решены. Что касается Network File System, ну, Read-Write-Many, ну, как бы, основная мысль в том, что старайтесь избегать, ну, это просто архитектурно неправильно. Да, все, кто там проектирует приложение высокодоступное, знают, что работать с файликами нельзя, можно работать только с Object Storage. Почему? Ну, потому что сделать пусть их совместимую систему, распределённую, надёжную, высокодоступную, консистивную, ну, ни у кого не получается. Там вроде получается, но не совсем. Всё. С, как бы, основами разобрались, давайте посмотрим теперь, что из этого, какой фарш у нас из этого получится, ну, то есть, на самом деле, наверное, не фарш, нас интересует уже конечный результат. Какой конечный результат из этого получится? Кейс номер один это Standalone. Смотрите, что нам мешает взять и, например, Postgres запустить просто в Standalone режиме? Никто. Что нам мешает взять MySQL и просто запустить на Standalone режиме с локальным сторожем? Никто. Понятно, что у нас не будет высокой доступности и тут речи не идёт о высокой доступности. Хотя, у нас же могут быть железки достаточно надёжными, у нас могут быть, не знаю, вэмваревские виртуалки и может быть так, что нам этого достаточно. И, ну, знаете, как бы все говорят там про высокую доступность, надёжность и так далее, и так далее, и так далее. А вот у кого, ну, такой вопрос к аудитории, только честно ответьте, у кого база сама фейловерится по-настоящему автоматически. Раз, два, пять, шесть, да? Ну, то есть, а у всех остальных нет. И то, мне кажется, люди думают, что у них фейловерится, они давно не проверяли. Ну, как бы, смысл-то следующий. Есть множество случаев, когда нам не нужна высокая доступность. Прежде всего, это, конечно, всякие стейджинги и девы и так далее. А во-вторых, сейчас микросервисная архитектура. У нас много есть каких-то вторичных микросервисов, которые могут лечь спокойно на 15 минут, ничего с ними не будет. Да, ими пользуется там только кто-то внутри, сами потом поднимутся. Я закончу говорить про стендалон. Ну, понятно, что если, как бы, приходят какие-то проблемы с узлами, у нас все лежит, пока мы не решим этот вопрос. Как это выглядит в реализации в кубернетис? Я уже говорил, что есть stateful set. Соответственно, мы создаем stateful set из одного пода. Просто на него направляем внутренний кубовый балансер. Куб при этом выдает там внутреннее доменное имя MySQL. И у нас просто приложухи пользуются этим MySQL. Как бы, там не смешно было, но это абсолютно жизнеспособный вариант, и он реально прекрасно работает. С моей точки зрения, у него нет минусов в сравнении с тем, чтобы воткнуть также MySQL на просто виртуалку. Если вы его втыкаете на просто виртуалку, кладите его в кубернетис, разницы никакой. Ну, объективно. Понятно, что это не только MySQL, понятно, что это любые сингл-мастер-базы, вообще в стендалоне что угодно можно поставить, практически любой софт работает. Вариант номер два. Реплицированная пара с таким ручным переключением. Как выглядит? У нас есть стейтфул-сет, опять, примерно MySQL, но он работает с другими решениями. И обратите внимание, что он называется не MySQL, а MySQL-A. И у нас есть сервис, который смотрит на этот стейтфул-сет из одного единственного пода. Дальше у нас есть второй стейтфул-сет, который называется MySQL-B, и он обращается к имени MySQL-A, получает айпишник и реплицирует там самой обычной MySQL-ной репликацией. У него может быть тоже свой сервис персональный для случая, если нам надо будет репликацию перевернуть или для случая, если мы решили настроить циклическую репликацию. Плюс у нас есть сервис на входе, самый обычный, кубовый, который отправляет трафик на один стейтфул-сет. При этом, ну, понятно, что приложение пользуется, при этом, если к нам приходят какие-то проблемы с узлом, на котором стоял кусок, который называется А, я их специально называю А и Б, потому что непонятно, кто из них мастер стендбай, да, в какой момент это А и Б. Один и два, да, но не А и Б. Чудо не происходит, разумеется, мы ложимся, но у нас есть копия, на которую можем переключить трафик, да, или мы можем пойти починить узел и все оживет. Важный момент, что эта штука работает, в ней есть нюансы. Какие нюансы? Если мы хотим переключить трафик, то нам нужно сначала вот этот сервис, который балансит, точно так же выключить от него запросы на наш MySQL A. и после того, как мы выключим, запросы на самом деле не выключатся, да, потому что кубернация балансирует API tables, там контракт, CP-шные соединения, он не разорвет, то есть нам нужно зайти в этот MySQL и поприбивать соединение, удостовериться, что да, точно все отключилось. И только после этого перевернуть репликацию, наверное, зайти, то есть на MySQL B настроить реплику с, ну, короче, в обратную сторону и только после этого отправить трафик на второй узел, да, если в этот момент переключения, у нас кластер кубернатор с развалившейся, есть отвалившиеся узлы, ни в коем случае этого нельзя делать, нужно сначала разрулить сетевую проблему, только потом перекидывать трафик, потому что это неконсистивный свитч-овер ни разу, да, но это вариант, который нормально работает, если у вас сейчас есть две виртуалки, два сервера с мастером и стендбаем, это абсолютный эквивалент, да, и если у вас нет автоматического переключения, а мы выяснили, что автоматическое переключение здесь есть у человек так 10-15 из, не знаю, 300-500, так вот, это абсолютный эквивалент классической инсталляции для сингл-мастер-систем, работает для MySQL, для Postgres, для Redis, etc., etc. Кейс номер три масштабирование нагрузки на чтение. Это на самом деле читерский кейс, потому что это ни разу не стейтфл, потому что редонная нагрузка она как бы не совсем стейтфл. Выглядит следующим образом. Есть у нас база данных, которая где-то снаружи. Она может быть также в Кубернетсе, но она за пределами той истории, которую обсуждаем. Ничто нам не мешает сделать ферму с слейв-серверов. Есть пачка нюансов специфичных для каждой базы, потому что общий механизм такой, что при запуске пода у Кубернетса есть такое понятие нид-контейнера. Нид-контейнер видит, что у нас на диске ничего нет, у нас новый инстанс, он лезет в базу и как-то получает дамп. Ну, понятно, что дамп мы с пода снять не сможем. В MySQL есть одни решения для горячих дампов, в Postgres другие, может быть, мы берем дамп. Ну, много нюансов. Но если вам нужно создавать слоевые, то вы знаете, как это делать, и вам нужно просто этот функционал перетащить в Куб, и он заработает. Второй момент. Нам нужно быть уверенными, что этот инстанс не отстал сильно от мастера. В Кубернетсе есть лайвные спробы, которые умеют чекать состояние узла и добавлять, удалять его из балансировки. Соответственно, мы можем написать достаточно простой скрипт, который говорит, ага, этот инстанс у нас остает огромная транзакция с мастера, у нас все отщебет, но это проблема не Кубернетеса, это, ну, как бы, Кубернетес здесь ни при чем, да. Ну, и мы просто создаем сервис, который балансирует по этим узлам, соответственно, в нем будут добавляться, удаляться контейнеры по мере их готовности, и наше приложение на чтение ходит туда, на запись туда. Прекрасно работает, прекрасно работает не только с MySQL, я могу привести пример, ну, такой достаточно популярный, это Sphinx. Если у вас не динамически обновляемый Sphinx, имею в виду Sphinx Search, да, обычный Sphinx, который отдельно работает индексатор, подготавливает индекс и потом запускаются инстансы, которые его сервят. Прекрасно работает такая схема, можно добавлять, удалять бэкенды, более того, если мы в каком-нибудь клауде, это можно делать автоскейлером, да, то есть у нас приходит трафик, у нас такие пынк-пынк-пынк-пынк-пынк, добавились, злый трафик ушел, они пынк-пынк-пынк-пынк свернулись, шикарно. Кейс номер 4, умный клиент. Смотрите, если мы возьмем и сделаем Stateful Set из трех Mkash, то в Kubernetes есть возможность создать сервис специального типа, который вместо того, чтобы балансировать запросы, создаст каждому поду по своему домену. Соответственно, имя, ну, hostname, неважно, имя хоста будет связано из имени сервиса плюс имени пода. Для нулевого будет mc0.mkash и так далее. И если у нас умный клиент, который сам умеет шардинг и репликацию, почему бы это не складывать в Kubernetes, прекрасно работает. Примеры такого умного клиента, простите, лежат у нас под носом. PHP, если мы говорим про хранение сессий, вот он из коробки так умеет. Там достаточно интересно сделано на мой вкус. То есть он на каждый запрос сессии отправляет запросы во все бакенды, получает все ответы и выбирает просто самые актуальные. И так же делает на запись. Ну, соответственно, когда там один узел отвалится, ему, ну, неважно, там тайм-аут короткий, он будет отстреливать эти запросы по тайм-ауту. Когда узел вернется, он будет опять в него получать, запрашивать старые сессии, с других узлов новые, понимать, что это старое, они используют, а новое используют. Ну, в общем, умный клиент, который умеет сам шардинг, репликацию, прекрасно работает. Главный, нет, не главный, а почти главный, почти самый главный кейс — это Cloud Native решение. Смотрите, у нас есть большая пачка, которая далеко не заканчивается вот этим решением, которое Cloud Native. И под Cloud Native я что подразумеваю? Что они изначально ориентированы на выход из строя узлов. И они сами умеют делать failover. Есть у них master election или ненужный master election, но они сами это разруливают. У них есть у самих recovery узлов, и у них, у самих есть какие-то consistence guarantee. Они могут быть очень разными. В некоторых случаях они могут управляться вами в настройках, в некоторых случаях они могут управляться клиентами в запросах. Но они разруливают. Очень большой класс решений сейчас берет и разруливает вот эти вопросы сам. Все они всегда ставятся просто в stateful set, находят узлы друг друга и образуют кластер, и magic, и все работает. Отличаются тремя вопросами. Во-первых, вопросом, как узлы узнают друг о друге. Если мы говорим, например, про RabbitMQ, к нему есть плагин, который умеет ходить в API Kubernetes, находить соседей и образовывать кластер. Если мы говорим про… чтобы я вспомнил, у кого на DNS Discovery построен. Какой-нибудь ResyncDB, по-моему, на DNS Discovery. Кубернет сумеет группе сервисов выдать один домен, который резолвится в пачку IP-адресов. Соответственно, многие Cloud Native решения умеют строить Discovery соседей на DNS. Статически. Если мы говорим про ZooKeeper, например, там просто в конфиге прописываются все узлы, ну, все соседи. В Cassandra сид узлы. У нас может быть кластер, в stateful set из большого количества подов. Мы указываем, что первых три, обратись к ним, а они уже друг друга помнят, и у них встроенный сервис Discovery. Может использоваться сторонний сервис Discovery. Например, сейчас будет доклад про Кавку, и, наверное, нам докладчик расскажет о том, что Кавка использует ZooKeeper для сервис Discovery. Соответственно, ZooKeeper у нас тоже стоит в Кубернетсе со статическим, с отсутствующим сервис Discovery, а Кавка использует ZooKeeper. В общем, различаются все эти варианты тем, как узлы узнают друг о друге. Второй момент, чем отличаются, как подключается клиент. Есть кейсы, когда достаточно поставить лоуд-балансер, клиент может подключаться к любому узлу, если он жив, он обработает реквест. Есть случаи, когда, как в Mongo, нам нужно клиенту сказать все хосты, и это прекрасно поддерживается Кубернетесом. Третий момент, которым отличается, как делается горизонтальное масштабирование. Первый вариант, оно не делается никак, и есть немало Cloud Native решений, которые Cloud Native, но не горизонтально масштабируемые. И это нормально, и это для многих ситуаций абсолютно достаточно. Есть вариант, как в Cassandra, масштабируйте, хоть и масштабируйтесь. Есть вариант, как в MongoDB, масштабируйтесь, но сложные с нюансами. То есть там, ну, если кто в MongoDB работал, вы знаете, там масштабирование идет реплика сетами, то есть там добавляются реплика сеты, и как только мы хотим шардить, там еще дополнительный компонент, там все несколько сложнее. Окей. Общая мысль следующая. Кстати, тут Percon ExtraDB Cluster, который тоже, по сути, Cloud Native, он сам отрабатывает fillover, сам следит за consistency. Все эти решения хорошо работают в Кубернетсе. Почему? Потому что они, вот в этом вот PetSketl, они изначально оптимизированы под стадную часть, они изначально к этому морально готовы. Их не делали специально для Кубернетса, но они шли тем же путем, и поэтому они хорошо ставятся, хорошо работают, используйте, ну, все хорошо. История номер 6, главная и заключительная. Есть решение, которое называется Stolen, и его смысл заключается в следующем. Вот смотрите, это название, да, PostgreSQL Cloud Native High Availability. В этом названии очень много. Речь идет о чем? О том, что PostgreSQL, он из мира питомцев, да, Cloud Native, это мир стада. И Stolen, это то решение, которое превращает PostgreSQL, да, в стадо, но позволяет PostgreSQL управлять вот этими паттернами. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Во-первых, для Stolen нам нужен Service Discovery, лучше всего ETCD, там есть другие варианты, не будем на этом останавливаться. А для того, чтобы сделать ETCD в кубе, у нас есть Stateful Set, три узла, нашли друг друга, синхронизировали, Quorum, вот это все, все хорошо. Дальше. У нас есть еще один Stateful Set, собственно, с PostgreSQL, но не просто с PostgreSQL, а с компонентом Stolen, который настраивает этот PostgreSQL и, ну, как бы, рулит им. И этот компонент подключается к ETCD и получает оттуда данные, как настраивать PostgreSQL. Есть компонент, который называется Sentinel. Redis Sentinel, я думаю, слышали, смысл тот же. Это компонент, который следит за конфигурацией кластера. И логика такая, Sentinel решает, кто будет мастер, кто будет стендбай и так далее, и пишет в ETCD, а Keeper читает из ETCD и говорит, ага, вот мой instance мастер, соответственно, я его настрою как мастер, а там мой instance это стендбай, я его настрою как стендбай, и начну реплицироваться. То есть вот эту часть отруливает Keeper. Дальше. Есть прокси. И вот это тот самый прокси, который про консистент свитч-овер. Это прям вот имплементация того паттерна с консистивным переключением. Эти прокси подключаются к ETCD. Если коннекшн у прокси к ETCD оторвется, прокси сразу обрубает входящее соединение для того, чтобы обеспечить консистивность. Потому что он не знает, может быть, этот сервер уже не мастер. Может быть, он уже стендбай. Как только порвались, вот этот паттерн. Прокси, соответственно, знают, кто мастер отправляет туда трафик. На входе перед проксами стоит самый обычный кубовый лот-балансер, и приложение ходит туда. Получается то, что мы превратили питомца в стадо. Почему? Потому что тут любой компонент можно убивать, все работает. и у нас нет там завязки на узлы, на технологии за пределами контейнеров. И на данный момент я не знаю реализации вот этого паттерна для MySQL, для Redis, для чего-то другого, кроме Postgres. Но из того, что я вижу, пожалуй, это единственный способ вообще сделать что-то с сингл-мастер базами. И именно по этому пути сейчас все пойдет. Все. Значит, давайте посмотрим, что получилось. Раньше у нас была картинка с крепостью, а теперь у нас вот такая вот навороченная штуковина, в которой черт ногу сломит. Хочется там, я не знаю, возникает вопрос там, а стоит ли, а нужно ли. Возвращаемся к теме доклада. А можно базу в кубернет? Да, конечно, можно, но вот так. Да, конечно, можно в некоторых случаях. Важно другое, важно, куда все идет. Все знают, что технологии развиваются волнами, такими вот волнами-волнами. И изначально любая новая штука, она очень сложная в использовании. Первые радиоприемники, когда появились, там для того, чтобы поймать волну, надо было, а сейчас нет радиоприемников, сейчас Яндекс.Музыка. Но сначала появляется технология, потом она становится простой в использовании. То, что, то, к чему идем, к тому, что, да, оно останется вот так же сложно внутри, да, это будет прекрасно работать, но мы об этом не будем знать. Мы будем говорить нам Postgres, и у нас появился просто инпоинт, в который ходить, который нам обеспечил необходимый уровень гарантии. В кубернетесе активно эта тема развивается, называется операторы. пока их мало, они не суперхорошие, но все это идет и должно прийти. На этом у меня все. Немножко рекламы. Немножко рекламы. С месяца назад мы релизнули плагинчик Grafani Status Map. Если не сложно, плюсаните, что называется, пользуясь моментом. Очень полезная штука, посмотрите, может быть. Еще, многие знают, мы пилим даб, за полгода мы очень сильно рванули. Тоже плюсаните. Теперь вот окончательное спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш хаббер и на YouTube. Это был прекрасный дисциплинируемый танец. Это твои подарки. Это мне? Да, это тебе. А книжка, которую ты подаришь за лучший вопрос у помощников. Друзья, если есть вопросы, махните. Есть, есть, есть. Вот они уже с микрофоном. Да, пожалуйста. Это ваш... Я этих людей знаю, им не давайте слова. Сооснователям не даем микрофона, да? Не, они... Типа когда релиз... Не, пожалуйста, да, это шутка. Да, здравствуйте, Дмитрий, еще раз. То, что вы игнорируете кубернетис сообщество, не значит, что оно будет игнорировать вас. Как бы вот. Я не слышу. А, то есть... Слышно, да? Вот, я говорю еще раз, то, что вы игнорируете кубернетис сообщество московское, не значит, что оно будет игнорировать у вас. Собственно, поехали к вопросу. Итак, чтобы обеспечить нам жизнь с базами данных кубернетис, нам нужен либо стол, либо фенсинг, ручной труд по переключению реплик, персистент волюмы, проблемы с иопсами и далее, далее по списку. А теперь вопрос. А зачем нам это надо, кроме как для быстрой раскатки стейджей? Потому что на виртуализации все это прекрасно живет, годами уже отработано, и люди умеют с этим жить и кушать. Ну, я начал доклад со слов про удобство и простоту. Я абсолютно согласен с комментарием, что далеко не все случаи сейчас приносят удобство и простоту. Проблемы с иопсами есть также на виртуалках. Моя задача была показать картину в красках и тонах. Я не говорю, что ребята, давайте все переезжаем всем стейтфулом в кубернетис. Я говорю, что есть вот такие возможности, идет вот туда. Ну, куда она идет, зацитировать Егора Летова я не буду, конечно. И еще маленький вопрос. А вот RabbitMQ вы лично пробовали где-нибудь в Амазоне, кластером? Да. И как вам? Хорошо? Да, понравилось? Да. Ну, там есть нюансы. Основной нюанс в том, что надо правильно настраивать хеополис у очередей. Но он работает. Вот там следующий вопрос. Сейчас, секундочку. Добрый день. Спасибо за доклад. Здравствуйте, да. Пардон. Я здесь направо-направо. Вот у входа прям. У меня такой вопрос, очень важный вопрос. Сейчас, секундочку. У нас просто не с того сервака сейчас взяли, да? Супер важная лекция. Я очень надеялся, что кто-то об этом расскажет. И это прям моя боль нынешняя. И я бы хотел спросить, будут ли примеры реализации? То есть, я так понимаю, вот эти ссылочки, они по всем фичам, которые вы описали, там будут прям для кубернетуса примеры. Речь идет о каких-то готовых конфигах? Да, да, да. Зная эти паттерны, написать пяток ямликов не проблема, если надо. Если вы это организуете, я буду просто… Ну, мы подумаем об этом. Спасибо. Теперь можно я? Да, вот теперь пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за доклад. Очередной. Мне очень ваши доклады нравятся, но сейчас конкретно по последнему кейсу вопрос. Кокроуч, слышали? Кокроуч ДБ? По сути, если Postgres хочется, то Кокроуч в принципе в кластер… Теоретически есть еще Postgres XL, но мы слышали. Ну, как бы в интернете написано. Ну, по сути, вот последний кейс очень хорошо Кокроуч решает. И без велосипедов… Да, то же самое для MySQL есть Percon и ExtraDB. Мы его не только слышали, мы его юзаем в Prode. На небольших нагрузках он отлично работает. Ну, ясно, спасибо. Можно у меня вопрос? Вот я здесь. Битва, танцпола, давай. Да, у меня два вопроса на самом деле. Первый. Open Service Broker. Пробовали ли вы? Open Service Broker – это средство получения базы данных. Ну, слегка не твоей, но в твоем кубернете все. Ну, а какие сервис-брокеры консистивные? Ну, Amazon там, ну, это же как бы ManagedDB. Просто в твоем кубернете все. Я не понял вопроса. Окей, хорошо, обсудим тогда потом. И второй вопрос. В схемах много говорили, пробовали ли вы, и может быть вы уже пробовали, может быть нет. Вообще-то есть еще один вариант. Это когда у тебя Storage отделен от компьютера, и у тебя ComputeNode работает, как бы твой под, да, работает отделенно от Storage, и тебе вообще не нужно решать проблемы там с мастерами, репликацией, вообще ни с чем, потому что если у тебя умирает ComputeNode, ты ее возрождаешь, подключаешь ее к Storage, и у тебя все продолжается работать. Ну, то есть там есть время файловера, естественно, когда на то время, когда у тебя умирает ComputeNode, и Storage переподключается. У вас есть сейчас что-то? Ну, я об этом кейсе, мне показалось, что я об этом рассказывал. Это называется Standalone, или это что называется? Это Standalone. Там есть время свеча, и в некоторых клаудах может быть нормальный фенсинг. Ну, оно просто по high-valability, оно может и 4-девятки выдавать, если у тебя время свеча быстрое. То есть я не понимаю, чем оно лучше или хуже, чем оно хуже, чем вот эти фенсы. Если инфраструктура позволяет, то да. Ну, ответ такой, да. Если инфраструктура позволяет. Нет, про то, что это можно сейчас реализовать на Kubernetes. Не реализовывали еще такое? Вот прямо у вас есть прод на Standalone, который хорошо работает? Ну, куча. То есть, окей. Ну, прод на Standalone, я говорил о том, что для многих продов того уровня доступности, которое позволяет, выдает базовая инфра, достаточно. Да, это рабочая тема. Мэдисону только слова не давайте. У стажера из Авито есть вопрос, будь с любезным. Да, можно я? Слушай, вот ты говорил, что для PassGree знаешь вот это решение, его показал, для Mouskula не знаешь. А тебе о чем не говорит такая штука, как MySQL VTES? Ну, интернет я читаю. Ты считаешь, что она не подходит? Или… В целом, да. Я просто не копал в деталях. Просто у них прям есть официальный мануал, как все это дело вот ровно в такой же схеме на Кубере. Вот, и они как раз… А схема такая же? Да, она очень близко вот к тому, что я описывал, и выглядит так, что это вот прям один в один. Давай попробуем. Ну, окей, я тебе напишу. Вавита. Один последний вопрос. Нет? Все? Вот, хорошо. Скиньте наками-ножницы, кто задаст вопрос. У меня не вопрос, у меня комментарии. У вас не комментарии? У меня комментарии, да, да, спасибо большое за доклад. Я хотел сказать, что я сегодня буду рассказывать в 4 часа про реализацию Percon ExtraDB Cluster в Kubernetes как раз. Так что, если интересно, то приходите, пожалуйста. Супер. Спасибо. А вот теперь тогда вопрос быстро и заканчиваем, идем дальше. Да, пожалуйста. Добрый день. Говорили про то, что горизонтально нельзя Object Storage, ну, там, пример Minio был. Окей, а как решаете проблемы? Ну, не использовать Minio, использовать Ceph в случае с Object Storage. А, и все. Ну, или шардить руками, ну, потому что, как бы, заканчивается место в одном Minio, заводим второй, ну, так же, как и раньше решалось. Друзья, нам надо вручить подарок книгу. Книгу. Кому книгу за вопрос подарим? Кому книгу за вопрос подарим? Мне кажется, слились, да, задающие вопрос по большей части. убежали. Убежали, убежали. Тогда можно коллеге, который в 4 часа выступает. Смотри, вот он не ушел. Да, 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 коррупционная схема великолепна. От эксперта к эксперту. Спасибо большое, Дмитрий. Друзья, аплодисменты, улюлюканье. Спасибо большое.